Музыка Начало поездки как раз мы едем в Рим Это путешествие у нас по Италии На туристическом автобусе Мы только что были во Флоренции Сейчас едем в Рим Вот начало, это пригород Рима Улычки Рима Сегодня жарко, тепло на улице Музыка Вот мы подъезжаем уже к Риму Вот эти стены, крепостные, такие крепостные стены Красного кирпича, детстарные Мы вот подъехали сначала в гостиницу, конечно Вот фотографии я взял с интернета Это отель в Риме Не мои фото, конечно Это вот ресепшн Здесь вот столовая Вот такая уютная гостиница, хорошенькая такая Регент называется, реджент, реджент Вот эксепшн Здесь, кстати, интернет хорошо берет Нормально В комнатах, конечно, интернет не берет А вот Вот здесь вот На эксэшне Хорошо Ловят Здесь фай-фай у них здесь находится Вот в холл, в файе Вот, кстати, вот здесь мы сидели Вот здесь На диванчиках И общались С Россией по интернету В этих комнатах И вот Укажу телевизор Кстати, первый канал здесь показывает Российский Я даже удивился Это вот подошли мы к Колизею Такой полуразрушенный Жара неимоверная, конечно Очень жарко Единственное, что хорошо, что Там по пути Вот по туристическому пути Вот здесь вот И в центре, и около Колизея Везде Через каждые 100 метров Наверное, или 200 метров Такие фонтанчики С водой Люди воду набирают Там проблемы с этой С одной стороны Очень удобно сделали Везде фонтанчики Ну вот мы Колизей посмотрели Здесь, видать, какие-то реставрационные работы ведутся Здесь вот как раз рядом же и форум находится, римский форум Там, где ведутся и до сих пор ведутся, наверное, раскопки древнего Рима Это до нашего эры До нашей эры ещё Там культурный слой Ну, в дальнейшем там вы видите Здесь тоже они, кстати, недалеко находятся рядом Здесь всё прямо в центре И вот как раз от Колизея И тут недалеко Римский форум Ну, это не римский форум Вот справа, который наверху Это здание Построенное Там Какого-то праздника Президентства, что ли Или короля Что-то Но это в прошлом Это сто лет тому назад Недавно здание построено Громадное, конечно, величие здание Но Я поразился, конечно А вот мы подошли к культурным условиям уже До нашей эры Второй век Или первый век До нашей эры Вот Она на глубине Находится метров 7 Может быть, а то и 10 Ниже нашего культурного слоя Именно современного Насколько Вот именно было Засыпано все эти Вот это Все толщи Землёй Вот их То время Вот сколько это надо Выкопать вот это в земли Чтобы именно добраться до этого слоя И очистить И очиститься И показать для населения Вот эти Руины Здания То, что сохранилось до нашего времени Вот они раскопали Раскопаны Видите, все развалены То, что вот колонны сохранились Там-то как будто котлован Как будто все вырыто Там Как будто стройка какая-то ведется Такое ощущение Вон, видите, вот в яме Вот яма Вот, видишь, как глубоко Там Вот колонны вот вырыты А это было все засыпано землей Вот и сколько вот это все Все вот это Очищали А вот, кстати, там Олчица Там вот эта Вот видите На губине Какое-нибудь там Все вот это Взарыто было А вот Олчица Та самая знаменитая Которая скормила Там Много памятников, конечно В центре Рима В этот самый Как раз Какой Туристический центр Рима Да, в единстве Это вот как раз я Что я делал Когда жарко было Я мочил свою кепку На фонтанчиках И одевал Так более-менее Как-то Можно было Легко переносить жару Освежало Хорошо Можно было Спокойно Тогда Находить В 35-градусную Жару Терпимо Некоторые, конечно Было тяжело Да, они Жаловались На жару Плохо себя чувствовали Вот эти Все-таки Исторический Центр Рима Здесь Много Конечно Исторических зданий Старой постройкой Вот у них Самые такие Итальянские Так называемые Пинни Дерево Называется Пинни Ну вот у них Самый такой Знаменитый Вот Здесь Прямо в центре Архитектурный Ансамбль Огромадный Такой То ли Валентина То ли Виталина Что-то называется Вот Забыл уже Вот на площади На Венецианском Площади Почему Венецианский Я тоже Не понял Вот Там Наверху Там у них Две статуи Громадные Нимфы На колесницах Да Такое Вот Кстати Сзади Вот фотография Вот они Громаднейшие Здания Громадные Скульптуры Да Такое Подобие Величия Архитектурное Величие Да Это Поражает Конечно Ну вот Здесь Всевозможные Декоративные элементы Здания Как балкон Здесь Оформлен Не знаю Современные Или Еще Старые Постройки И Вот Это Здание Которое Да Вот Сейчас Вот Находимся Пантеон Пантеон Где вот Рафаэль Кстати Здесь Гром Рафаэль Похоронен Был Находится Пантеон Здесь Много Людей Знаменитых Итальянских Похоронено Здесь Единственное Что Здесь Интересное Здесь Кстати Это Построено 120 век Нашей эры Что Ну хорошо Сохранился Здание Там Такое Очень интересно На потолке На куполе Дыра Такая Громадная Дыра Так Освещает Весь зал Так Вот Мы здесь Уже вышли Туда Здесь На площадь Площадь Трехфонтанов Что ли Ну торговая площадь Называется Или что Здесь Я уже не помню Вот здесь Здесь очень много Художников Там Рисует Продает Картины И рисует Кулистов Там Целая Такая Целая Толпа Художников Там Они С краю Там Стоят Их Сейчас Здесь Не видно Вот Мы Побыли В Риме Здесь Как раз Еще Вот это Здание Рядом С гостиницей Находим Это Правда Я не понял Что за Здание И вот Мы направились В сторону Помпея С Рима Мы же На автобус Сели И поехали В Помпеи Вот приехали В Помпеи Помпея Это находится Недалеко От Неаполя Неаполь Довольно-таки Недалеко От Рима Находится И вот Мы приехали Сначала Не в Неаполь А В Помпеи Здесь вход Отдельный Туда не попадешь Он Загорожен Забором Мы как туристические Группы Приехали И Зашли На территорию Помпеи Порядка 30% Еще Не раскопано Говорят Здесь Предшествовало Вулкану Еще Землетрясение Было В Помпеи Очень много Разрушения Было А потом Еще После Разрушения Через 10 лет Взорвался Вулкан Который Пеплом Все Засыпал Весь Помпеи Жителей Было Говорят 200 тысяч Большинство Говорят Покинуло Успело Уйти Но Две Тысячи Говорят Человек Осталось И Они Погибли Вот Места Где Они Погибли При Раскопках И Раскопки Случайно Нашли Там Копали Что-то Они Делали Там Дорогу Говорят И Что-то Наткнулись Вот Там И Вот Уже Почти Все Раскопали Вот Где люди Были Захоронены Там Преобразовались Пустоты Так как Тело Человеку Уже Исчезло Поэтому И в эти Пустоты Начали Заливать Гипс При Раскопках И Как бы Получалось Что Гипсом Залили Как бы Внутри Уже Формы Уже Готовая Форма Людей Которые Были Там Внутри И Получилось Что Эти Формы Уже Готовые Люди В гипсовом Обличье Возродились Заново В дальнейшем Вы видите Там Здесь Вот видите Не везде Пускает Где-то Переогорожено Видать Там Или Реставрации Идут Или Опасно Там Находиться Но Во многих Местах Переогорожено Не пускает Очень много Фресок Сохранившись Конечно Есть То Что Сохранилось Довольно Интересно Здесь Говорит Был Сильный Такой Разратный Город Связан Там Очень Популярна Была Проституция Здесь Культ Секса Говорит Был Там Пьянки Гулянки И сексом Занимались Очень Много Было Там Борельефов Человеческих Фалосов Прямо На стенах Во многих Местах И Сценические Изобразения Фресок Прямо Половых Сношений Или Занятий Сексом Прямо На стенах Фрески Ну Где Сохранились Конечно Много Конечно Не сохранилось Но Часть Сохранилась Постройки То что Деревянные Были Сожжены Вот видите Здесь Дыры на стенах Остались А здесь Были Балки Деревянные Ну Потолок Но Естественно Они Сгорели Видите А дыры Остались Где были Балки Деревянные Вставляли А каменные Стены Остались Вот Осталось То что Рельефы Небольшие Стены Здесь Когда-то В свое Время Люди Жили Там Там Много Очаги Остались Очень Много Посуды Так что Почти Все сохранилось Кроме Деревянных Изделий Конечно Которые Все сгорели Только Каменная Посуда Утварь Печки Сооружение Каменное Здесь Вот так Называем Его Уже Был Так А вот Кстати Фалус На стенах И вот Сцены Секса Вот Фалус Еще Фалус Уже Прям На стене Вот Здесь Так Называем Площадь Юпитера Ну Здесь Арки Две Арки Какие-то Здесь Тоже Ну Я Не Знаю Что Что То Они Там Как Вот Историческая Видать В Лепетасе Описывалась Вот Эта Площадь Площадь Юпитера Так Называем Историческое Значение Наверное Имело Поэтому Как бы Здесь Напоминается Эта площадь И две Арки Видите То Что Сохранилось Колонны Сохранились Стены Сохранились Потолков Нигде Нет Все Сгорело Да Вот И стены Только Одни стены В основном Площадь Конечно Довольно Так Большая Я Говорю Там Все Многие В местах Перегорожено Туда Не попадешь Видать Археологические Раскопки Там Видать Продолжается И до сих пор Вот Утварь Сохранена Их Все Собрано В отдельной Комнате Вот Показывается Туристам Кувшины Вот Балилеев Это Что Осталось Естественно Там Они Лежат Уже Здесь Убрали И Собрали В одно Место Сохраняется Кстати Гипсовые Пустоты Вот Заполняли Археологи В свое время Когда И вот Эти гипсовые Культуры На показе То что Люди В каких Позах Вот Были Заживо Замурованы Пеплом Горящим Пеплом Вот Вот Они Видите Какие Громадные Пувшины В то Время Было Сейчас Таких И не Найдешь Даже Где У нас Таких И не Продается Нигде Громадные Пувшины Колонны Вот То Что Сохранилось Еще Вот Я Горе В некоторых Местах Хоть Не Пускают Закрыто Вот Остатки Сохран Здания Вот Туристический Путь У нас Заканчивается И мы Уже Направляемся В сторону Неаполя Вот Зашли Перекусить Еще Свинцом И вот В сторону Неаполя Здесь Такой Большой Город На побережье Средиземного Моря Недалеко От Рима Много Конечно Тоже Исторических Зданий Красивый Конечно Город На побережье Средиземного Моря Недалеко Визовий Видим Конечно Но Визовий Там Рядом Вот Там Кстати Визовий Разрушил Вот Он На побережье Театр Театр Ну, вот площадь, мы были здесь. Довольно-таки интересно, конечно, побывать здесь. В Риме это, как говорят, вечный город. Один из самых знаменитых городов мира. Вот здание ещё какое-то более-менее напоминает торговый центр в Милане. Да и в Гуме тоже что-то напоминает. Вот тоже ещё воздание такое. Достопримечательность Неаполя. Находится он недалеко от тоже порта. На Бастилию похоже, такую тюрьму. Сейчас она в Париже, но, кстати, Бастилии сейчас уже нет, она это разрушена. Но вот здесь что-то тоже напоминает. Как достопримечательность сейчас Неаполя. Наверное, здесь была бывшая тюрьма, наверное. Вот здесь порт рядом, недалеко. Ну вот здесь строительство-то прямо придётся. Сейчас уж или современное здание, или что-то непонятно пока. И вот мы уже побыли в Неаполе, отправляемся уже в Рим. Вот Рим, по дороге в Риме. Мы ещё фотосессии делаем. Природы, Италии, холмы, горы. И вот мы прибыли в Ватикан. Вот, кстати, вход в Ватикан. Это музей Ватикана. В сверху написано Музей Ватикан. Так что для Ватикана входа там есть отдельный вход сзади, как бы, в музей. Это вход сзади, сзади на собор Святого Петра. И есть вход ещё с той стороны, там уже прямо на площадь Святого Петра. Кто хочет побывать в музее, в Ватикан, да, там вход отдельный. Он проходит сзади здания. Вход и проходишь в музей, там все рестикты. На территории музея. Потом заходишь в Сикстинскую капеллу. Заходишь потом в собор Святого Петра. И оттуда же выходишь уже на площадь Святого Петра уже, со стороны уже собора. А если мы с той стороны пойдём, с другой стороны, там вход свободный, пожалуйста. Мы там сразу заходим на площадь Святого Петра. А тут мы заходим через музей. Ну, музей там, через музей вход платный. 13 евро стоит билет. Вот какая-то инсталляция, видать, современная уже, наших лет, наших, так сказать, наше времени. Здесь, кстати, вот находится знаменитая Пьета, скульптура. Микеланджело, скульптура Пьета. Знаменитая Пьета Пьета. Вот скульптуры, помнится, вот эти были скульптуры по учебникам. История в своё время, когда мы изучали в школах. А тут мы уже видим их наяву, своими собственными глазами. История в своё время. Да, конечно, шикарно всё сделано здесь, да, работаю. Такие... Работы довольно-таки... Вот, кстати, это учебник истории искусства. Ой, истории... История древнего мира. Вот, да, я помню. Было на... На лицевой стороне обложки книги. Ну и вот, это уже купол самого собора Святого Петра. Там тоже... Такая дыра такая... Правда, вроде поменьше, чем... В пантеоне. А вот сама Сикстинская капелла. Съёмки здесь не разрешают, конечно. Но я взял съёмки уже с интернета. Фотографии поставил сюда, потому что не разрешали снимать. Поэтому пришлось уже добавить сюда и свои фото. Да, громадная, конечно, очень титанический трот Микеланджело здесь рисовал. Даже не верится, что человеческими руками всё это сделано. Что-то такое фантастическое какое-то, что невозможно так сделать руками. Это колоссальная, конечно, работа. Да, шедевер прямо, конечно, шедевер. И вот уже заканчивается уже, кстати, у нас путешествие по музею, прогулка по музею. И мы выходим уже на площадь собора Святого Петра со самого создания собора. Но там есть ещё собор, можем получить не через музей, а уже со стороны площади. Тоже ещё есть там. Но там вроде, я вот не знаю, там можно попасть на Сикстинскую капеллу. Или только попадаешь только в собор. Потому что в Сикстинскую капеллу там, наверное, попадаешь. Только попадёшь в собор, да, можно попасть бесплатно. Вот с левой стороны, как раз эта сторона, там отдельная очередь здесь идёт, и нам попадает, и нам сможет попасть в собор. Уже бесплатно. Ну, просто это, правда, там придётся большая очередь. Вот, кстати, сама вот центральная этот ход собора. Здесь вот, кстати, с двух сторон здесь вот есть. Ну, фонтанчик слева и справа, и по центру шпиль такой. Вот эти фонтанчики я окропил себя, так сказать, святой водой. Мочил тоже самое кепку свою. Конечно, жарко, и меня спасала вот эта вода. Я мочила, потом, правда, хватало на минут 15-20, потом высыхала, ну, опять пошёл и мочил, и опять на голову надевал. И вот уже, так сказать, наше всё заканчивается по Риму. И мы уже потом переезжаем уже с Рима, мы уже отъезжаем в Риме на пляже, курорты Риме, города Риме. Продолжение следует...